Если кто-то тебя прославляет, что делать? Надо отдавать тому, кто тебе помог развиться. Допустим, есть старший, он тебе помог развиться. Тебя прославляют, ты ему мысленно отдал. Зачем? Чтобы это в гордость не ушло. Гордость копится сама, хоть и мы или нет. Кто-то нам счастье пожелал, я себе это взял, значит, это в гордость пойдёт. То есть благочестие человека, оно как бы, оно двух видов бывает. То есть я делаю добрый дел. Ну, допустим, я перестал есть мясо, допустим. И при этом не поблагодарил Бога, что дал мне более чистую пищу, а просто решил, что я сам бросил мясо. Замечательно. С этого момента все, кто едят мясо, будут вызывать у тебя отвращение. Ты будешь брезговать этими людьми и считать себя выше, чем они. Это значит, что ты стал гордым. И лучше бы ты его не бросал. Если честно. Если честно. Или, допустим, человек бросил пить. Через некоторое время, если он считает, что он сам бросил пить, не по милости Бога всё произошло. Через некоторое время он начинает брезговать теми, кто пьёт. Противные это люди. Даже если это родственники и близкие люди, он их не воспринимает как развитых людей. Для него это люди второго сорта. Но если посмотреть правде в глаза, кто такой человек первого сорта? Кто такой человек первого сорта? Я разок изучал разные веры. И я пришёл в Сергиев Посад под Москвой. Мне сказали, вот этот человек святой. Ты ищешь святого человека, вот святой человек. Я увидел одного монаха. Он принимал людей. К нему очередь стояла. Я поближе подошёл посмотреть. Я любил изучать лица людей. Пытался по лицам понять, кто есть кто. Я увидел перед собой лицо ребёнка. Ну то есть это пожилой человек с лицом ребёнка, очень смиренный. Он когда на меня посмотрел, у него такой был взгляд, как будто бы он... Ну понимаете, есть такие взгляды вот так, типа... Типа, ну что, видишь, какой я крутой. Знаете, что всегда, когда мы видим такой вот эту вот всю, вот этот опломб, это деятельность, чувство собственного достоинства, соединённого с эгоизмом человека. Да действительно у человека есть сила какая-то, и он может её использовать за тебя или против тебя. То есть он имеет власть или силу денег, или силу власти, или ещё какую-то силу. Это основано на его прошлых добрых поступках. Это надо уважать в человеке. Но в этом человеке этого всего не было. В нём не была, не видна никакая сила, кроме искреннего, доброго, простого, смиренного и глубокого взгляда. Внешне казалось, что человек ничего из себя не представляет, потому что на первый взгляд всегда кажется, что кто-то из себя что-то представляет, как та из него исходит сила какая-то, знаете, такая. Ого, такой святой. Этот человек был очень скромный, добрый. Я его не оценил. Я посмотрел, думаю, выглядит как ребёнок вообще. У него простой взгляд. Какой он святой. Потом, когда я начал изучать эти качества святого человека, то я очень сильно переживал по этому поводу, потому что я увидел настоящего святого человека. Смирение, простота, доброта, решимость, глубина, целеустремлённость. Всё на лицо, все качества, характеры. Лицо — это зеркало ума человека. Все черты характера на лице находятся у человека. Таким образом, но этот человек, он из себя ничего не корчил. Он был абсолютно, ему было всё равно, как его воспримут, как на него посмотрят. То есть его глаза — это были глаза, которые слились с совестью. То есть как смотришь на меня, так и смотри. Это твоё право. Ты имеешь право думать обо мне, как ты считаешь нужным. Удивительно. Он принимал от людей всё. Это мудро очень. Но это непросто. Мы не можем имитировать такую жизнь. Мы не можем имитировать этот взгляд. Поэтому самоотождествление человека сильно зависит от его развития. Это факт. И поэтому не надо требовать от себя лишнего. Не надо этим сильно самоедством заниматься. «Ой, я такая грешная! Я такая падшая, я такая грешная!» Не волнуйся, всё будет хорошо. Не надо о себе так сильно думать. Зайнись чем-то полезным. Начни всех служить, прощать, любить и так далее. И означает, что ты будешь жить полноценной жизнью. Жить полноценной жизнью означает забыть про себя. В этом заключается смысл жизни человека. Ну, то есть, жить означает что-то делать другим. То есть, жить забыть про себя. Когда человек забыл про себя, он живой, настоящий. Если он помнит только о себе, думает, значит, он не живёт. А что нам мешает жить? Время. Когда время начинает действовать на нашу жизнь, что оно с нами делает? Оно нам делает больно. Вот здесь, прямо в сердце. И когда человеку становится больно, что происходит? Его способность служить другим сворачивается. И он начинает скорбить и думать только о себе или о своей жизни. Или о том, что с ним сделали с его жизни. В этот момент человек теряет жизнь. Он как бы попадает в капкан вот этого вот замкнутого круга. То есть, его жизнь, она в этом момент, она становится вялой, увядает. То есть, он забывает про всё и думает о своей жизни только и всё. В это время очень опасно оставаться в такой ситуации. Человек должен знать, что в это время он должен подойти к алтарю, включить голос святого человека, настроиться на него и начать молитву. Потому что, если он не будет в это время это делать, время сожрёт его жизнь. Есть такие ситуации, когда человек может в этот момент вообще расстаться жизнью. В это время начинаются злокачественные опухоли, тяжёлые, неизлечимые заболевания. Начинаются в то время, когда человек не делает добрые дела и не копит сил для того, чтобы делать добрые дела, а зациклился на самом себе. Это называется депрессия или стресс. Стресс, более развернутая, с депрессией, это как бы кульминация стресса. Понимаете? То есть, идея заключается в том, что в этом заключается опасность. И в это время, когда человеку больно, он очень сильно сосредоточен на своей жизни и не может отвлечься от событий, которые происходят в его жизни и разрушают его жизнь. И причина заключается только в том, что ему не хватает сил преодолеть эти события. А так как человек не верит в Бога, он думает, что всё надо вот именно своими силами делать. Поэтому он и не может от себя в это время отвлечься. Нужно заставить себя отвлечься от себя. Хотя и хочется думать о своей жизни в это время. Нужно заставить себя и начать слушать святую. А если ты не можешь сам молиться и слушать, у тебя даже на это нет сил, иди в храм. В любой храм. Если у тебя нет, допустим, своей веры, иди в любой храм. Если есть своя вера, иди в свою веру. Если нет храма твоей веры рядом с собой, иди в храм другой веры. Иди туда, где люди молятся. Встань рядом с ними и слушай, как они молятся. И ты начнёшь оживать. Потому что жизнь означает, если ты сам не можешь жить, тебя жизнь разрушила, время заставило тебя только страдать и всё, то в это время ты должен смотреть, как другие живут. Потому что в это время ты напитаешься их силой, способностью жить. А потом, когда силы чуть-чуть появились, надо обязательно так же заниматься здоровьем. Заниматься здоровьем – это всего три вещи. Первая вещь – пост. Вторая вещь – статические упражнения, неподвижные положения тела. Третья вещь – динамические упражнения. Всё. Больше ничего для здоровья не надо делать. Вот три вещи надо делать. Пост очищает от токсинов тело, убирает опухоли. Статические упражнения пробивают тонкие каналы, зажимы. Делают психику человеку устойчивой, сильной и терпеливой. А динамические упражнения дают человеку силу контакта с природой. Если человек движется на природе, то он становится сильным. У него появляется сила жить, иметь возможность действовать в этом мире. Отказ от почестей. Дает возможность человеку быть свободным от фальшивых отношений с людьми. Вот, допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, спасибо вам за всё это. Всё, я теряю с вами контакт в это время. У меня нет отношений, всё, я становлюсь пустым, отгороженным. На самом деле, я как должен читать лекцию? Я должен смотреть вам в глаза, и то, что Бог хочет вам сказать, Он будет говорить сам, в идеале. Я просто переводчик, проводник. Но если я считаю, я читаю лекцию, тогда контакта нет, и начинается уже самодеятельность. Самодисциплина избавляет от беспокойств. Для женщины самодисциплина не означает себя во всём контролировать. Означает о ком-то заботиться. Мужчина себя контролирует. Допустим, жена к нему подошла. Мой хороший, помоги мне, мне тяжело. Эмоциями на него действует. Мужчина что должен делать? Терпеть. Должен контролировать. Он не должен. Сейчас я тебе помогу. Он должен терпеть. Всё нормально, всё хорошо. Нет, не хорошо. Хорошо. Всё хорошо. Нет. Нет, всё нормально, всё хорошо. Ну, слава богу. Женщина испытывает эмоции мужа. Для чего? Чтобы он стал крепким очень. Должен терпеть. В чём заключается самодисциплина для женщины? Самодисциплина для женщины означает перестать. Ой, какая плохая. Перестать об этом думать и начать всем помогать. Заботиться обо всех. Всё. Вот это самоконтроль для женщин. Женщина не должна себя тихо, спокойно. Это невозможно. Потому что само течение жизни остановится. Потому что женская психика, это река, она течёт. Её не надо контролировать, останавливать. А я говорю, а чё такая у меня такой ум? То туда, то сюда. Ну, потому что ты река, ты течёшь. Как мне сделать, чтобы он остановился? Никак не сделаешь. Надо рождаться в мужском теле. Он так сильно остановится, что потом мужа в глаза смотришь и думаешь, он видит меня или нет вообще. Мужская психика такая, она остановилась. Поэтому, женщина, если вы мужу что-то говорите, убедитесь, что он вас видит в это время. Может и не видеть. На вас смотрит, но он в своём где-то там находится. Вы ему так вот сделаете. Смотрите, увидела или нет. Вот так сильно остановилась, понимаете, у него. Так сильно остановилась. У женщины всё очень сильно двигается, у него сильно остановилась. И она вам говорит, ты чё такой тупой? Я тебе уже сто раз сказал одно и то же. Ну, найди себе девушку в жёны, значит, в мужья. И затем мужчина тупой. У него так психика устроена, он такой заторможенный, чтобы противодействовать твоему беспокойству. Вместе получается, плюс-минус получается нормально. Он приторможенный, ты суетливая, отлично. Получается, в результате гармония. Гармония что означает? Быстрая, медленная. Мы с женой куда-нибудь идём. Мне надо быстрее, она такая... Чем я быстрее иду, тем она меньше останавливается, такая замирает уже. Я говорю, тебе комфортно так идти? Не очень. Я думаю, ну я с ума сейчас сойду вообще. Я начал читать трактаты, смотрю Лао Цзи. Гармония в семейной жизни. Написано. Быстрый, медленный, горячий, холодный, толстый, тонкий. Бог ты мой. Оказывается, толстому тонкое подходит. А тонкое, толстый. Гармония, баланс. Если человек мужчина быстрый, ему медленная жена подходит. Если девушка медленная, мужчина... Если девушка быстрая, медленный мужчина подходит. Это гармония означает. А как жить-то тогда вместе? Вот в чём вопрос. Уметь любить, уметь прощать, уметь терпеть. Вот это и любовь и означает, что ты понимаешь, что тебе положено такое рядом с тобой существо. И ты терпишь. Терпишь, вот аккуратненько относишься. К женщине надо аккуратненько. Моя хорошая. Какие-то есть ещё вопросы. Куча, куча проблем. Да ну давай будем решать по одной. Потихоньку. Ну то есть аккуратненько, спокойненько, нежненько. Потому что женщина, она всего боится. Знаете, что женщине очень трудно замуж выйти? Почему? Главная причина, знаете? Она боится мужика просто. Честно вам говорю, а просто женщина, почему замуж с ним, она любит его, но боится, потому что он мужик. Мужское начало, оно имеет инструктивную природу. Она боится, у неё нет гармонии, всё гармонично внутри. Как с ним жить с этим? Хотя хороший человек. Так, женщина или нет? Да. Нужен старший сказать. Он должен сказать, выходи. И она поверит старшему, поверит, всё идёт замуж. Думает, всё хорошо будет, раз старший сказал. Вот женщин такие хрупкие существа. А мужчина, наоборот, у него всё в жизни создано для победы. Означает чувствительность нулевая. До тебя дошло или нет? Чё дошло? То есть он очень твёрдый характер, крепкий. Не доходит ничего. Да, потому что характер такой крепкий, твёрдый. Она ему говорит, ты меня вообще любишь или нет? Он говорит, ну да. Он говорит, я не чувствую. Я чувствую. Понимаете, мужчина не может одновременно чувствовать и говорить. Он, если когда любит, он чувствует в это время. Но не говорит. А когда он говорит, он уже не чувствует. И поэтому не чувствуется, что он чувствует. Допустим, вы мужа спрашиваете, тебе понравилась картошка жареная, которую я тебе приготовила. Он ест её, эту картошку. Ему вкусно. Вы видите, что вкусно. Вы спрашиваете, тебе понравилась картошка жареная или нет? Он такой, и ест. Это значит, что понравилась. Но если он скажет, ну ты скажи, понравилась или нет, он перестанет есть, посмотрит на вас, уже забудет это чувство и скажет, нормально. И потом, блин, да я же ему готовила, классно. И он сам ел с удовольствием. Говорит, нормально. Не нормально, а вкусно надо сказать. Обида на всю жизнь. Он просто такой мужик, понимаете. Он не может вот так, как вы. О, мне понравилось. Не может. Не работает так система. Мужчины согласны или нет? Согласны. Если мужчина говорит, я тебя люблю. Так говорит. Это значит, что он уже вот всё, у него последний предел безысходности. Он в отчаянии находится, уже не знает, что делать, чтобы ты за него замуж вышла. Но больше он так уже не скажет никогда. Он может сказать, я тебя люблю, дорогая. Но это просто, он тебе подыгрывает. Он, конечно же, любит. Но от души вот сказать, я тебя люблю, очень сложно мужчине. Чисто технически. Мы когда с женой женились, там родственники сидели, был стол. И все вставали, они пожелания свои говорили. И отец моей жены встал, пожелания сказать. И сел. Старался и сел. Жена сразу к ним подбегает, обнимает, говорит, папочка, у тебя самое лучшее пожелание. Самое лучшее пожелание. Представляете, какие мы разные вообще. Теперь пойдем дальше. Смотрите, это накладывает серьезные ограничения вообще на все в жизни. Вот, например, если я считаю себя телом, то это значит, что у меня материальная концепция жизни вообще в целом. Это означает, что я считаю пищей белки, жиры, углеводы, витамины и калории. Я смотрю, сколько я калорий съел, белков, жиров, углеводов. Это для меня пища. Другого понимания пищи у меня нет. Я не считаю, что что-то как-то по-другому можно к пище относиться. Это называется грубое самоотождествление. Потому что есть другое понимание, что такое пища. Продукты все имеют психическую основу, не только материальную. Есть грубая материя и есть тонкая материя. Тонкая материя означает психика, характер. Все продукты имеют характер. Если ты считаешь калории, но не учитываешь характер, ну тогда ешь испражнение. Там калорий гораздо больше. Но характер пищи отвратительный. Чем и занимается свинья. Или ешь один белок чистый, чистый сахар, раздельное питание. Белки, жиры, углеводы, все раздельно. Чистый сахар, чистый белок. Вкусно? Нет. Почему тогда, откуда возникла эта теория? Она возникла из непонимания, что у пищи есть характер. Поэтому люди и смешивают разные блюда для того, чтобы этот характер дал тебе улучшение твоего характера. И тогда ты уже к пище относишься как к чему-то вкусному и прекрасному, а не просто к химии. Понимаете, вот эта грубая оценка себя как личности накладывает вообще грубое восприятие мира. И в конце концов философия становится такой же. Если я являюсь телом, то значит тело умирает. Это факт. Оно гниет. И если тело умирает, и я значит умираю, значит тогда пей, гуляй, веселись, живем одну жизнь. Надо просто быть счастливым любой ценой в этой жизни, потому что дальше ничего не будет. Некоторые говорят, да, может быть и будет что-то, но это буду уже не я. Это тоже заблуждение. Будешь именно ты. Я это увидел в своей жизни. Я вам открою тоже, приоткрою некоторый секрет. Ну то есть мне несколько снов снятся всю жизнь. И когда я начал анализировать эти сны, я увидел, что они не похожи ни на одно событие в этой жизни, а выглядят очень явно. События были похожи, но не такие, как во сне. И это дало мне ключ к выходу на прошлую жизнь. Я начал концентрироваться на этот сон, когда попал в него, вспомнил себя в этом сне, и начал по памяти искать это событие, и нашел. Я увидел себя в другом теле. И это я. Но тело отличается. Но похоже на это, похоже. Вот. Тело отличается, но другое. Здание более старое. Все как в фильмах старых. И примерно такая же жизнь похожая. Ну как бы этапы жизни, какие-то испытания, все очень похоже. Я был в шоке. Оказывается, вот так вот все. Мы остаемся теми же самыми, ничего не меняется. Просто мы получаем другое тело в соответствии с своими желаниями и поступками. Причем есть вообще здесь такие вещи, которые я даже вам не должен говорить. Потому что это эзотерические, тайные вещи. Ну раз сказал, уже все думают, давай рассказывай. Но это тайна. Вы не сможете все это понять. Понимаете, есть два настроя в жизни, два настроения. Одно настроение — это на развитие или на аскезу. Я хочу стать лучше. Это настроение достойно не только человеческой формы жизни, а также божественных форм различных. Есть различные ангелы, формы другие, выше нашей жизни. Более высокие формы жизни есть. Но если человек хочет счастья просто в жизни, он хочет счастья, то знайте, что все виды счастья, они закреплены за разными животными телами. В человеческой жизни счастье не предназначено. Мы не для счастья в теле человека родились, для побед над собой. И мужчины, и женщины. Все. Ну, по-разному. Например, женщина не должна аскетичной быть. Она должна учиться любить, прощать. Она должна свою аскезу совершать в отношениях с людьми. А мужчина свою аскезу совершает в отношении с собой. Вот и вся разница. Женщина в отношении с собой не должна совершать сильно большие аскезы. Но аскезы какие-то нужны. Иначе даже здоровой не будешь. Женское тело не предназначено для того, чтобы себя сильно лишать всего. Но оно предназначено для того, чтобы совершать аскезы в заботе о других. Вот в чем оно предназначено, для чего. А мужское должно, мужчина должен себя совершать аскезу над собой. В этом цель человеческой жизни. И достоинство, чувство достоинства, радость своей жизни человек получает, если он живет правильно, как человек. Но правда жизни такова, что если ты хочешь всем все доказать, всех ругаешь, постоянно злишься на всех, то для этого уже есть тело, предназначено для того, чтобы легально, законно злиться, ругаться на всех. Что это за тело? Тело собаки, правильно. Гавкай сколько хочешь, никто не сможет возражать. Ты имеешь полное право, потому что это тело предназначено для того, чтобы нагавкаться. Нет другой причины, зачем рождаться собака. Если ты, допустим, хочешь выспаться, тогда есть разные тела медведей. Пожалуйста, полгода в году списку, как хочешь, еще каждый день на ночь. Мишка Каала, вообще он там два в одном у него. Он очень вкусно кушает, самую вкусную на земле пищу он кушает. Это листики дерева, на котором он висит. И он спит, целый день спит. Когда он проголодается, он открывает глаза и видит листик перед собой. Ела опять, спит. У него глаза балдежные. Ни один миллиардер не сможет быть таким счастливым. Поверьте мне, ему ничего не надо, у него все хорошо. Круглый год, лето. Спит, ест, все. Счастье полное вообще. Посмотрите, домашнее задание. Возьмите животное, посмотрите в глаза, сравните со своими. С целью понять, у кого больше в глазах счастья. Вы увидите, что у животного в десятки раз больше счастья в глазах, чем у человека. Поэтому мы их держим. Ой, мой хороший. Видите, то есть есть высшая цель жизни, на которой психика человека как на остове стоит. То есть какую цель себе высшую человек сформировал, там его психика в ракурсе этой цели живет. То есть цель сломлена, жизнь закончена. Ну то есть наступает стресс длительный, который длится от полутора до трех лет, как минимум. Может быть больше. У кого сейчас так происходит, поднимите. Ну вот это, видите, сломлено жизни. Какое-то событие ведь было, так ведь? Не просто так, раз и все. Какое-то событие, оно сломало жизнь. Это причина тому, что была поставлена неправильно высшая цель жизни. Вот это самая главная тема для изучения в древних писаниях, вот в Ведах и так же в православии, везде, в христианстве. Цель жизни является главной темой для изучения. О, вот смотрите, вот у меня вот, видите какой красивый, юноша талантливый. Это мой помощник, меня потому что люди мучают консультациями по здоровью. Вот это к нему обращайтесь. У него сейчас он свободный, сейчас пустует. Бесплатной консультацией, все, что мы можем кому помочь, не можем кому, что там, советы какие-то. Мы вот в день по 20 человек принимаем, в смысле, во время лекции. Приходите и его мучайте. Меня по здоровью вопросы не задавайте, потому что я не буду на них отвечать. У нас другая цель. Итак, очень важно знать. Вот смотрите, допустим, цели жизни бывают разные. Есть два способа их ставить. Первый способ цели ставится от того, что человек просто получил ее по судьбе, эту цель. Допустим, рождается ребенок, женщина считает, что высшая цель жизни ее – это вырастить ребенка. Так? Смотрите, интересно, что в этом случае происходит. Она свою психическую энергию вкладывает в ребенка как? Она начинает ему поклоняться в сердце. Понимаете, есть три типа отношений. Отношение уважения, отношение почтения, отношение поклонения. Отношение поклонения означает, что я отдаю всего себя, цель своей жизни, всего себя. То есть, если ребенку он видит, что мать ему отдает всего себя, то как он воспринимает мир в этом случае? Он считает, что он центр вселенной. Так? Результат какой? Он становится очень эгоистичным, растет. Он растет независимым. То есть, он к себе привлекает очень много внимания. И ему очень трудно жить по этому на земле. Потому что мы же не центры вселенной. Мы должны жить для других, учиться. С другой стороны, если мать все-таки считает, что есть более высокие цели в жизни. Ребенок – это тоже цель. Смотрите, есть высшая цель жизни, есть жизненная важная цель. Для матери ребенок – жизненно важная цель. Она не может жить без ребенка. Важно, очень важно. Но если она нацеливается на ребенка и считает, что это самая главная цель в жизни, тогда она попадает в стресс неизбежно. Потому что ребенок, когда он вырастает, в 13 лет у него психика отстраняется от родителей потихоньку. Начинает уходить. Его жизнь уходит от родителей. И мать чувствует потерю. Она начинает чувствовать себя плохо. Потому что высшая цель жизни не должна уходить. Понимаете? Это она должна всю жизнь с тобой рядом быть. Она не может быть отдельно от тебя. И мать поэтому начинает страдать в сердце. Она чувствует, что она как будто что-то теряет в жизни. Как будто она никому не нужна. Она начинает третировать дочь. Как с дочерью мать такая поступает. Она ее гиперопеку ей создает. Не дает ей ни с кем знакомиться. Как с мальчиком она поступает? Она начинает его мучить своей излишней вниманием своим. То есть мальчика как надо воспитывать? Надо его отпустить. Шишку получил, значит знает, что так не надо делать. Понимаете? Мальчик учится практически, на опыте практическом. А девочка учится с помощью правильных отношений. Если мать держит девочку, значит она думает, что так и надо. И в результате она не может ни с кем пообщаться. Я знаю такие семьи, в которых мать и дочка живут вдвоем. И дочка никуда не ходит. Почему? Потому что мать не пускала все время. Называется поставить цель жизни неправильно. Видите? Всех мучаем и себя в том числе. Мальчик какой вырастает, когда мать постоянно гиперопека? Во-первых, ему это не нравится. Он постоянно... Мама отстань от меня, я сам. Ну, то есть он сражается с ней. Он уже ее не любит за это. То есть он ее отстраняет от себя. Не хочет с ней разговаривать. Начинается жуткий конфликт, который приводит к разрушению отношений часто. То есть мальчика надо отпускать. А чтобы его отпускать, надо цель высшую ставить, другую в жизни. Сразу вопрос, а какую тогда? Если дети не главную в жизни, тогда что главное? Веды говорят, что человек не зря родился человеком. Посмотрите, ведь животные чем-то от нас отличаются. Мы зарабатываем себе на жизни, и они ищут пищу. Мы стремимся к сексу, и они стремятся. Мы хотим отдохнуть, и они хотят отдохнуть. Мы хотим где-то жить, и они хотят где-то жить. Неужели это и есть те человеческие цели, которые мы должны ставить для себя, чтобы мы жили разумным существованием? Древние писания говорят, что человек получил разум. То есть он способен поменять свою жизнь. Вот животное, оно просто живет в рамках своих возможностей. Ну то есть все собаки одно и то же делают, да? Примерно. Не нюхают, там бегают, еще и покушают и так далее. Но люди все по-разному живут. То есть люди могут разные интересы развивать в себе. И веды говорят, самый главный интерес человека заключается в том, чтобы постичь себя. Надо понять, что во-первых, что я душа, что я вечный. Вот смотрите, если я понимаю, что я не помру, оставлю жить, и потом это то, что я накопил в жизни, то останется со мной, тогда я буду копить. Вопрос, что? Смотрите, я с собой денежку возьму, нет? Нет. Голенькими рождаемся, голенькими умираем. Характер свой возьму? Возьму. Какой был характер, такой останется. Чего не меняется в этом плане? Я возьму свой разум, понимание вещей, что такое хорошо и что такое плохо, возьму. Таким образом, человек должен развивать себя как личность. Он должен постичь, что он душа, что он вечный, что ему надо жить не в ни одной жизни, он должен свою жизнь планировать на больше. Он должен соблюдать правила определенные в отношениях, потому что веды говорят, что этот мир соткан из справедливости. Здесь нет несправедливости. Бросила мужа, значит, за это ответишь. У нас же есть вот этот вот слой глубинной памяти, там находится все, и мы получаем ответы на свои поступки. Поэтому вот эти вещи надо изучать. То есть мы должны изучать, как жить. Это изучение происходит в разуме. И первое, что нужно знать, нужно знать, что цель жизни управляет человеком. Вот, допустим, о чем думает женщина на работе? О своем ребенке. Это означает, что это ее цель жизни. Допустим, мужчина о чем думает на работе? О бутылке. Это означает его цель жизни. Ну, я просто привожу пример. Мужчина может и о другом думать. Может думать, допустим, о том, чтобы дом построить и так далее. Но так или иначе, это все не высшие цели жизни. Если человек неправильно выбирает высшую цель жизни, то он попадает неминуемо в стресс. Потому что неправильный выбор цели ведет к разрушению цели. Жену не надо высшей целью жизни ставить. Что из этого происходит? Смотрите. Если я постоянно думаю о своей жене. Вот смотрите, такая любовь, да? Вот я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. И постоянно мучает, мучает. Смотреть никуда нельзя. То есть ходить никуда нельзя. То есть постоянно... Ты меня любишь? Каждые пять минут. Можно так жить? Нет? Невозможно? Отсадить меня, я не могу больше сделать. То есть человек не может вот на эту... Когда человеку мы близко высшей целью жизни ставим, он чаще всего нас бросает. Или он начинает гордиться собой, эксплуатировать тебя. Считает, а ты вообще меня не достоин. Или... Он просто уходит, и все. Ну, до и до этого, и все. Видите, неправильная постановка цели ведет всегда к неправильному результату судьбы. А эти все цели у нас ставятся сами по себе. Теперь дом целью поставили. Построить дом. Что за жизнь у нас получается? Жизнь есть в результате? Нет жизни. А что есть? Работа одна есть только. Работа это не жизнь. Вот смотрите, у человека есть... Вот возьмем, допустим, кружочек и нарисуем радости жизни. То, что по судьбе положено. Положено испытывать радость от детей, от жены, от здоровья, от поездок, от друзей, от изучения, от самосовершенствования, от, допустим, духовной практики и так далее. Ну, много всяких есть видов счастья у человека. Теперь дом поставили целью жизни. В результате с детьми некогда общаться с женой, некогда здоровья, некогда кушать, некогда в отпуск, некогда... Работа это тоже счастье. Но если она раздувается на все вот эти вот цели, и это все пока дом не построен, так зачем ему тогда этот дом нужен? Как это по отношению к высшей цели? Есть такая пословица. А если водка мешает работе, брось ее нафиг, работу свою, да? Ну, то есть высшая цель жизни — водка. И человек просто берет, бросает работу, потому что она мешает работе. Здесь высшая цель жизни — дом. И человек все бросает, у него остается только дом. Все, тю-тю. Это страшно. Но мы так ставим цели. К нас, между прочим, к этому призывают. Так? Везде какая реклама? Мы же рекламы нет, что познай себя, изучи, есть Бог или нет. Какой рекламы нет. Есть реклама — построь дом. Вот и так далее. Итак, смотрите, очень интересно. Виды говорят, что человек также должен изучить, есть высшая истина или нет. Он должен понять, есть божественная в этом мире. Этот мир соткан из хаоса. Если он из хаоса соткан, значит, нет совести. Потому что совесть — это не комбинация нервных импульсов. Понимаете? Совесть — это нечто, что является законом в этом мире, законом справедливости. Если все создано из комбинации, какой-то большой взрыв сначала произошел, потом все разлетелось, и мы в результате естественного отбора вот такими стали. Но откуда взялась совесть? Понимаете? Совесть — это же не комбинация нервных импульсов или любовь. Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Понимаете? Это же какие-то душевные вещи. То есть они вне комбинации нервных импульсов. Если мы все из рефлексов состоим, то как вот это все объяснить? Чувство справедливости, если все — хаос, откуда вот чувства справедливости тебя режут? Ты говоришь, ты за это ответишь. Ну, почему он ответит, если все просто из комбинаций нервных импульсов, просто хаос? Почему он ответит за это? Никак не ответит. Так? А ты чувствуешь — все равно ответишь, все равно ответишь. Почему все равно ответишь? Надо это изучать. А вдруг это ошибка, что все вот соткано из хаоса, а вдруг все-таки есть закономерность какая-то в жизни, вдруг мы просто недоразвитые, чтобы это понять. Вот что значит целостная личность? Целостная личность, смотрите, как мы ее рисуем сейчас в современном рекламном пространстве, как рисуется целостная личность. Это человек, который имеет много денег, у него как бы нормальная работа, он на понтах, у него все классно, как бы все схвачено, так целостная личность. Ну то есть, смотрите, бизнес-ориентированный пример личности сейчас сформирован в пространстве нашей жизни, то есть нам кажется, что это и есть самое лучшее, что может быть в жизни, вот такое вот. Хорошо, давайте возьмем, от этого примера уйдем и спросим, а чего нам больше всего в жизни надо? Куда энергия идет, то и будет, понимаете? Если человек строит отношения, он развивает чистоту, развивает сердце свое, понимаете? То тогда будет один ход жизни, а если человек думает только о том, как заработать и стать успешным, второй ход жизни. Потому что для того, чтобы таким вот крутым стать, надо упахиваться, понимать, надо очень много образования получить, надо очень много работать, надо стать крутым, наконец. И где же все-таки счастье? Счастье в близких отношениях, в дружбе. Или все-таки вот я крутой, мне все не надо, мне дружба не надо, любовь не надо, или что мне надо? Вы, допустим, скажете, одно другому не мешает, не факт, не факт, есть деловые отношения, есть близкие отношения, есть духовные отношения. Все это надо развивать. Я не против развития того, что в бизнесе, но если ты считаешь, что это все, тогда где любовь, где развитие духовное, где развитие нравственное? Если ты считаешь, что тебе достаточно секса в жизни, тогда ты не знаешь, что такое отношение между мужчиной и женщиной. Вот смотрите, песенка есть одна такая. Песенки, они очень хорошо, потому что они показывают суть. Если человек от сердца спел, значит, он это знает. «Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Что значит «душевный разговор»? Что это значит «душевный разговор»? Это означает «развитый разговор». Значит, люди друг друга глубоко поняли. Смотрите, веды говорят, что отношения у людей находятся глубоко в сердце. Есть один очень важный момент. Святость означает, что человек развился как Личность правильно. У него нет корысти. Как предвести, что человек святой? У него нет корысти. Ничего не надо. Он не мотивируется ни твоими деньгами, ни твоими похвалами. Ему нужно только одно, чтобы ты был счастлив. И он знает, как это сделать. Но единственное условие заключается в том, что ты должен его слушать. Кто говорит, что делает. Понимаете, если вы считаете, что сейчас таких людей нет, хорошо, есть Священное Писание, есть изображение святых людей. Связь с этим человеком может произойти на расстоянии. Никто же не умирает. Пожалуйста, думай об этом человеке. Ты переймешь от него бескорыстие. И тогда ты получишь ту силу, которая дает возможность нормально жить в этом мире. Вот я вам сейчас сформулирую высшую цель человеческой жизни. Высшая цель — это установить отношения с теми, кто даст тебе в сердце то, что даст возможность нормально жить. Потому что у нас такой силы внутри нет. Мы по природе все равно склонны для себя. А вот это бескорыстие, оно получается в результате того, что мы берем его откуда-то. Нужен пример. Понимаете? Вот раньше, смотрите, пример — это самая важная часть жизни. Вот смотрите, когда у нас в советской стране, да, мы культивировали пример, у нас жизнь кипела радостью. Смотрите, у нас был Ленин. Ленин был примером. Мы о нем думали, для него жили. Так Гагарин был примером. Все хотели в космос, маленькие дети. Они все хотели в космос, потому что был Гагарин. Да? Словно вдоль по Питерской, Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? На руках весь свет его носил. Он сказал, поехали. Да, все пели, все счастливы были. Потому что был пример для подражания. Понимаете? Нам нужен пример жизни. Мы не можем для себя жить. Нам нужно, чтобы кто-то был перед глазами. И поэтому, естественно, люди, когда они создают свою жизнь, они ищут этот пример. Этот пример создается сейчас там в телевидении. Да? Мы видим Пугачева перед собой, Шварценеггера там, пример. Я тебе сказал, что я тебя отпущу. За ногу держит. Сказал. Я тебя отпускаю. Он пропасть там полетел. Пример. Представляете, что происходит? Мы потеряли себя в этой жизни. Понимаете? Мы... Коммунизма нет, как бы. И ничего нет нового. Нам ничего нового это пространство не дало, в котором мы живем. Мы потеряли святость. Понимаете? Я, когда в Москве жил, к Матроне, святой Матроне, очередь стоит и днем, и ночью. Если в ночью по Москве пройдетесь, подойдете к ее, там, месту, где она захоронена, ночью стоит очередь. Зачем люди туда стоят? Какая цель? Вот что они все, тупые, что ли, какие-то? Посмотрите им в глаза, тупые они или нет. Вы видите, что они не тупые. Там нормальные люди стоят. Почему? Потому что они знают, что ты хотя бы чуть-чуть прикоснулся к святостям. У тебя в жизни, в сердце. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Не случайно, потому что ты соприкоснулся с тем, что дает жизнь, дает возможность жить. Если ты с баблом соприкоснулся, возможность жить теряется. Понимаете? Ну, то есть, попытайтесь это понять, где берется жизнь. То есть, есть высшая цель жизни. Мы сейчас с вами говорим о целях жизни. И это объясняю очень сердечно и глубоко, чтобы это вошло внутрь. Так есть высшая цель жизни, это святость. Надо с ней строить отношения. Когда? По утрам. Утреннее время самое чистое. Человек проснулся. Солнце, Луна, энергии Солнца, Луны в равновесии находят. Солнце еще не взошло. Луна уже гаснет. Ее силы кастнет. И мозги работают очень право-левое полушарие в гармонии. Человек может молиться, думать о чем-то возвышенном. Ставим перед собой изображение святого человека. Допустим, Сергия Радонежского. Ну, у каждого своя вера. В своей вере возьмите. Если вы, допустим, мусульмане, пускай это будет святое имя или Коран, священная книга. Нужна святость в жизни. Святость означает бескорыстие. Всегда. Бескорыстие – это основа жизни. Понимаете? Когда она есть у нас, мы можем спокойно жить радостно. Вот что женщине нужно? Нужно, чтобы готовить, стирать, убирать мужу. И чтобы у тебя в сердце не возникало это чувство, он скотина, ведь никогда не улыбнется. Потому что ты думаешь о святости, стираешь, убираешь, готовишь, приходит время, и он улыбается. Почему? Потому что нужно пробить его эгоизм. Нужно его зарядить вот этой же силой. Понимаете? А мы у нас, мы не можем его сказать. Почему ты не бескорыстный гад такой? Потому что мы сами такие же, понимаете? Надо брать откуда-то с другого места эту силу. Поэтому смотрите, мы как ставим целью жизни? Я живу для мужа и мучаю его. Он живет для меня и мучает меня. Мы оба живем для детей и их мучаем. Так мы живем, понимаете? Мы друг друга мучаемся. И трехкомнатная квартира, получается, что три конуры есть. Три собаки как бы выбегают, погавкали, погавкали, и потом по конурам разбежались. Почему? Потому что они мы все друг другу доказывают, служи мне, служи мне, делай все для меня. Невозможно. У нее не работает система. Так высшую цель жизни оформили, да? Чуть-чуть. Если человек думает постоянно о своем ребенке, какая у него высшая цель? Ребенок. Результат? Вырастает эгоистом стресс. Если человек думает о доме постоянно, какая высшая цель? Дом. Результат? Надрыв. Очень много работы, нет жизни. Высшая цель? Жена. Результат? Разрыв отношений. Поняли система, как работает? Теперь, это не значит, что дом, ребенок и жена не являются целями жизни. Вот смотрите, что дальше. Двигаемся дальше. Следующий уровень целей. Когда мы в сердце знаем, что святость живет как бы в нашем сердце, тогда все хорошо. Если дом живет в моем сердце, надо успокоиться, помолиться, чтобы дом, пускай живет чуть подальше, а я как бы в сердце спокоен. Потому что у меня вот этот другой пример для жизни есть. Дальше движемся вперед. Жизненно важные цели. Для мужчины самосовершенствование, для женщины самосовершенствование, но самосовершенствование по-разному. У женщины приоритетными являются доброта, смирение, послушание, отзывчивость, сердечность и так далее. У мужчины смелость, отвага, стойкость, решимость, ответственность и так далее. Понимаете? То есть сначала человек должен свое развить, а потом у него все остальное разовьется. Кто такой святой? Мужчина, у которого есть ответственность, смелость, отвага, стойкость, но он при этом еще добрый. Означает уже святой. Женщина должна быть нежной, заботливой, но если она твердая внутри еще, значит она уже возвышенная женщина. Понимаете? То есть сначала свое развиваем, потом чужое. Итак, жизненно важная цель. Если мы не можем себя вести по-человечески, строить глубокие отношения, значит ничего не будет. Вторая жизненно важная цель. Надо изучать, вот ходить на такие лекции, это жизненно важная цель. Надо изучать, как жить. Потому что если человек не изучает, как жить, нет жизни. Потому что он не знает, то его идет по течению, плывет просто и все. Что все как живут, все за джинсами побежали, я за джинсами побежал. Все за унитазами понижали, я за европейским ремонтом побежали, я побежал. И так далее. Ну то есть потому что человек счастья уже стремится. А чем пространство наполнено, такое у меня и счастье. Я живу тем, что мне дает судьба. Все. А ведь она может совсем другое давать. Все зависит от того, куда ты себя поставил. Мы же разумные люди. Мы не поддаемся на вот это все в течении. Вы говорите, а как люди живут все вместе, так и правильно. Вот это ошибка. Потому что Веда объясняет, что большинство людей, вот смотрите, есть благость, сила благости, есть страсть, есть невежество. На земле большинство людей живут страсти. Это означает, что они ставят цели неправильно. Привычки, сформированные в обществе, неправильные. Культура неправильная. Это означает, что мы, если себя и отдаем, мы потом будем страдать. Вот допустим, мы считаем, что надо жить как все. Хорошо, как все. Сейчас формируется такое поведение, что женщины должны обниматься со всеми, кого встретили в дружеской обстановке. Так это или нет? Это из Америки. Все из Америки. Там уже обнимаются. Я туда приехал лекции читать. Меня там подбежала девушка, обняла. Я говорю, вы знаете, мне жена не разрешает обниматься с женщинами чужими. Ну то есть, ну эта культура, она не дает правильного поведения. Она не дает того, что... Вот смотрите, что такое женщина? Женщина – это энергия красоты и огромной силы. Вот допустим, если женщина вошла с тобой в гармонию, она чужая жена. Что с тобой происходит? Крыша съезжает. Почему она вошла в гармонию? Потому что неправильная культура поведения. Не надо было обниматься. Ты можешь с сотней девушек обняться, а потом одна с одной обнялся и все, и до свидания в семейной жизни. Ну то что, опа, и все. Я вижу тебя под кромкой тумана. Понимаете, человек становится загонотизирован, но он уже ничего не соображает. Потому что здесь тут сила. Это сила огромная в женщине находится. Женщина тоже должна знать, что в ней такая сила есть. И если ей кто-то привлекся этой силой, как женщина себя ведет? Она не может не ответить своим сердцем на это. Все. Приехали. Союз Аполлон, состыковка произошла. В результате там семья разрушилась, там семья разрушилась. Нужна культура, поведение. Это знание. Поэтому человеку нужно знание. Вот смотрите, нам нужно работать над собой, но нужно знание, как работать над собой. Если мы не знаем ничего, то мы тогда не можем жить нормально. Знание берется не из средств массовой информации, она берется из чистоты. Надо искать чистоту в жизни. Там, где есть чистота, там есть знание. Нет чистоты, нет знания. Чистота где? В вере чистота. Идите вот в свою веру. Православная вера, мусульманская вера, иудейская вера. Есть разные веры, они все хорошие. Просто так как люди верующие очень углубляются в свое, они не понимают, что там происходит у других. Ну и считают, там хуже. Я изучал этот вопрос, как ученый. Я знаю, что там не хуже, там точно так же хорошо. У меня есть православные друзья, есть мусульмане друзья. Я в Казани лекции читал в Уфе сейчас. Я жил в квартире мусульманки. Она читает Коран на арабском языке. Когда я приезжаю в Ижевск, я живу в квартире православного серьезного человека. Я сам преподаю веды, изучаю веды. Понимаете, у меня нет проблем. Жить у православного, любить его. Жить у мусульмана, любить его. Почему? Потому что я знаю, что он идет правильной дорогой. Потому что люди, которые выбрали веру в своей жизни, у них есть чистота, у них есть сердце, у них есть совесть, у них есть возможность глубоко строить отношения к своей жизни, и значит у них все нормально в жизни. Видите, жизнь на важной цели. Первое – знание. Второе – работа над собой. Третье – здоровье. Есть несколько видов здоровья. Это цель жизни, понимаете? Это цель жизни. Это выше, чем работа. Некоторые думают, я буду пахать сначала, а потом вылечусь. Не факт, что ты потом вылечусь. Можно, конечно, зубы брать из стакана и вставлять. Но это уже не то здоровье. То здоровье. Все зубы есть, все нормально. Но как бы не то уже здоровье. Вот можно ходить через трубочку. Знаете, что значит ходить через трубочку? Некоторые знают. А причина почему? Потому что ты не думал об этом, то есть ты не ставил целью. Что значит здоровье? Это значит понять, что кушать. Понять, что кушать. Вы знаете, есть ученые, которые занимаются питанием. Вот эти ученые, настоящие, серьезные ученые, не те, которые в кабинетах сидят, врачи, диетологи. Они там мясо, мясо, мясо. А есть ученые, которые изучают статистику, что происходит. Все в один голос говорят, я изучаю это. Надо увеличивать количество овощей и фруктов в рационе, уменьшать количество мяса. Или вообще отказываться от них. Есть такой Давид Георгиевич Заридзе. Он директор НИИ карцерогенеза. Изучает причины возникновения рака. Он утверждает, что если человек увеличивает мясо в рационе, это увеличивает риск рака. Если увеличивает овощи и фрукты, значит будем жить долго. Понимаете, есть статистика, надо следовать ей. Почему нам мясо это нравится? Потому что у нас есть привычки определенные. Мясо это пища насилия. Понимаете? Когда человек ест эту пищу, у него возникает вот это желание побеждать, своего добиваться в жизни. А как раз эгоизм работает сильнее. Надо наоборот есть растительную пищу, где меньше вот этого желания насилия. Потому что веды объясняют, что есть пять уровней развития жизни. Первый уровень это развитие жизни означает осознанность. Мы не говорим сейчас с вами о чем-то другом. Растения живут во сне. Они себя не помнят. Посмотрите внимательно на растение. Ну живет, но спит, растет. Если взять развитие жизни, допустим, смотрите, тонкое тело спит у растения. Взять, допустим, медузу. Она тоже живет. У нее есть глазки, но они такие мутные. Немного просыпаемся уже. Рыбку взять. Тоже глаза мутные. Заметили у кого аквариум? Глаза мутные, ничего не соображают. У них есть страх и все больше никаких эмоций нет. Только страх. Это первая эмоция, понимаете, которая может быть у человека. Дальше. Взять ящерицу. У нее уже кроме страха есть любопытство. У нее есть страх. Она любопытная. Интересно, что там происходит. Если взять, допустим, птичку. Соловьи поют, заливаются. Но они все примеют, избываются. То есть они уже поют птички. У них кроме страха уже есть энтузиазм. Какое-то уже есть какие-то чувства другие. Так или нет? Жизнь развивается. Чувствуете, нет? Собачка может улыбаться уже. Волк улыбаться может, как вы думаете? Может, но хуже. Волк улыбаться может, как вы думаете? Волк улыбаться может, как вы думаете? Субтитры создавал DimaTorzok